всем привет друзья вот так выглядит хоспис в последний путь будете знать что с мышами такое тоже бывает оказывается мыши бывает что не умирают лежат в лёжку но при этом они хотят есть и пить и страдают и я не могу смотреть на их страдания и не поднести воды или еды поэтому метка я кормлю очень жидкой кашкой чтобы одновременно ему попадал достаточно влаги в организм на самом деле дела обстоят у агаты хуже чем у метка она совсем отказывается от еды она более холодная они всегда в любом месте бокс находятся в таком положении ну как правило они практически не передвигаются в домик они уже не заходят хорошо что в квартире тепло и им в принципе вот в таком положении нормально находиться медок достаточно тепленький агата по прохладнее даже так вот рукой чувствуется вот дед пытается почесать и получается что чешет агату сейчас покажу как я кормлю его не помню я сказала что сегодня 12 декабря то есть метку три года и два медочек-то что ж такое ушка чешется у него сейчас извините рекламная пауза вот так вот собачки хотел сказать медочку три года и два дня он должен был умирать умереть медок на свой день рождения но он 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 почему-то не умер я вам честно скажу почему-то потому что он умирал он умирал три часа он и он дышал делал вдох раз в пять секунд и потом у него начались какие-то конвульсии он не моргал эти три часа глаза у него даже начали подсыхать а потом он пришел в себя вернулся я вам скажу глотает он сейчас хуже чем глотал в 7 утра потому что всем утра его сейчас кормила сейчас у нас 10 утра я думаю что все-таки сегодня он умрет уже но это не факт агату жалко еще больше агата онкология конечно мыши полтора ай ты что-то пыталась поесть зайка я тебе помешала ну поешь кашку стога ты сегодня аппетит пошел какой-то ой ой еще зерно моя ты зайчика я все верну тебе покушай кашку вчера у агаты был хуже аппетит сегодня у медочка у медочка хуже аппетит но в любом случае им осталось очень мало прям очень кушают они в основном кедровые орехи только самостоятельно вот так у нас проходит в основном все время сегодня тоже утром в 7 утра я его кормила я ему держала орех он не может взять его не в руки лапы не стать на четыре лапы он не может ему вот так насыпала орехов он к ним тянулся я придерживала орех пальцем и он его грыз ну так поел немножко пол орешка поел и на этом как бы все это вот первый раз за двое суток я увидела что агата пыталась взять зернышко самостоятельно поесть в общем я просто периодически подхожу кормлю пою и у меня так долго мыши никогда не умирали то есть 9 декабря днем он еще был очень активный он сам залазил в кормушку кушал 9 декабря под ночь он уже стал никакой и я думала что он до 10 декабря не доживет 10 декабря я держала его на руках и снимала видео о том что все что он сейчас умрет а потом он пришел в себя и вот в таком состоянии он уже двое суток я считаю что это должны знать все что такое бывает и что никто не живет вечно я не понимаю людей которые обманывают своих детей подменяя им одного хомяка на другого и таким образом у них хомяки живут по 10 лет в общем жизнь мыши скоротечна три года для мыши это прекрасный срок агата с онкологии полтора года тоже неплохой срок для мыши но конечно мало и больно на это смотреть наши человеческие дети в три года только учатся разговаривать и у них вся жизнь впереди а медок уже старый старый дед такие у них заложены сроки все что можем сделать это подарить им счастливую сытую жизнь наполненную игрушками развлечениями и вкусной едой и довести их до конца не оставить умирать просто от голода а просто поухаживать за ним как вы бы ухаживали за вашим дедушкой или бабушкой у меня все всем пока